Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телеардиокомпания Щелкова, программа Диалог. С вами я и ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Добрый вечер, Гаврил Борисович. Добрый вечер, Сергей. Будем ждать звонков от наших зрителей. Я думаю, очень много их будет в преддверии и окончания учебного года и, наверное, уже не за горами. А может быть и немного, если мы хорошо работаем и на все вопросы отвечаем, рабочий порядок. Звонков не бывает в двух случаях, если очень скучно или, наоборот, очень интересно. Но давайте начнем с информации такой по горячим следам. Вот накануне 21 мая в нашем районе прошел уже ставший традиционным праздник детства. На разных площадках с утра до вечера проводились разные мероприятия, в которых были задействованы, прежде всего, конечно, учащиеся нашего района. Вот хотелось бы узнать, мы готовим сюжет об этом мероприятии, пока еще в эфир он не выходил, поэтому вам первое слово, если можно подробнее о том, что это такой праздник детства, в чем его в нынешнем году отличие от, скажем, предыдущих. Официальный праздник детства проходит в начале июня, но мы традиционно проводим его в конце мая до завершения учебного года, чтобы и школы, и сады, и педколлективы смогли все дружно в нем принять участие. Изначально идея праздника детства заключалась в неком представлении каждого образовательного учреждения, как выставка образовательных учреждений всего района. И руководство района, и родители могли пройти, ознакомиться с достижениями школ и садов, какие есть грамоты, кубки, как школы могут себя представить, или сады, или учреждения дополнительного образования. Теперь мы сделали его концептуальным, то есть мы уже третий год совместно с благотворительным фондом «Разильская звезда» проводим и благотворительную ярмарку. То есть каждое учреждение, дети изготавливают выпечку, делают какие-то поделки, сувениры, и средства, которые собираются на ярмарке, направляются на лечение какого-то конкретного ребенка, которому нужна серьезная медицинская помощь. В этом году у нас Федя Кузнецов, мальчик, которому чуть больше годика, с диагнозом церебральный паралич, который был выявлен. Он будет проходить лечение в Китае. Мы помогаем семье собрать средства, как минимум это должно быть 600 тысяч собрано. Мы смогли вчера собрать около 200 тысяч. Было принято решение продолжить эту акцию по сбору средств, Потому что мы все знаем, что чем раньше у ребенка выявлен диагноз и чем раньше начать оказывать ему помощь, реабилитацию, тем выше степень его выздоровления, социализации и так далее. Поэтому мы сейчас всем миром объединились, чтобы Феде и его маме помочь. И всегда радуют, когда дети очень искренне откликаются и творчески подходят и к самой ярмарке, кто-то с гитарой, кто-то с тушками. Потому что на доброе дело, которое не на словах, а вот можно увидеть плоды этого поступка, дети откликаются с большим удовольствием. Получаем отклик от родителей, хороший, положительный. Даже критику вчера в социальных сетях получили, что слишком короткая ярмарка, что недостаточно мы освещали ее проведение планируемое. Хотя социальные сети, и сайт комитета по образованию, и ТРК «Щелково», и газета «Время» все публиковали рекламу данного мероприятия. Но очень важно то, что мы все объединяемся и мы друг друга видим. Потому что когда еще на одной площадке можно увидеть все школы, все сады, все учреждения дополнительного образования, которых у нас 95? Потому что мы все немножко разбросаны по району, у нас район большой, а здесь есть возможность познакомиться с коллегами всех практических учреждений, которые есть на территории района. Поэтому и родители с удовольствием к нам приходят, и день начался с ярмарки. Потом мы переместились в Щелковский районный культурный комплекс, где наши дошкольники подготовили, я считаю, что потрясающий сюрприз, щелковские звездочки вокруг света. То есть мы вместе с коллективами детских садов Щелковского района облетели весь земной шар. Побывали в Китае, в Японии, в Австрии, в Финляндии, практически во всех странах. В Индии, в Украине, в Белоруссии, практически везде. И познакомились с национальными танцами, песнями в исполнении малышей. Это было очень трогательно. То есть дошкольников еще раз, да? Да. Когда мы оказались в Австрии, в Вене, и маленькая девочка исполнила песню из мультика «Анастасия», и малыши танцевали вальс, но у многих были слезы на глазах. Было видно, какой огромный труд. То есть сделали настоящего китайского дракона, огромного, один из детских садов. Причем мы с коллегами когда сидели, обсуждали, что те дети, которые представляли определенную страну, были очень похожи и на японцев, и на якутов, и на китайцев. Просто преображались как настоящие артисты. Прекрасные прически. Огромное спасибо родителям, воспитателям, сотрудникам детских садов, что так творчики отнеслись к этому мероприятию. Потом мы переместились на нашу набережную, и 179 детей приняли в отряд юнармия. В прошлом году было огромное мероприятие в Челковском манеже, когда было принято в ряды юнармии более 1300 детей. Это был такой первый шаг, который объединил все наши военно-патриотические отряды, военно-патриотические движения, которые были разрознены. И вот это движение юнармии позволяет нам всех детей объединить. То есть, конечно, у каждого отряда, у каждой школы свое лицо, свой руководитель, уже свои традиции. Своя направленность, так скажем. Даже своя форма у многих уже появилась, в зависимости от того, кто курирует отряд юнармии. Но вот такое объединяющее начало обязательно присутствует герой России, который вручает значки юнармейцам, приносится клятва юнармейца. Многие вспоминают взрослое поколение, вспоминают с ностальгией принесение, даже еще раньше, принесение пионерской присяги, посвящение в пионеры. И это очень отрадно, что возрождаются традиции, которые позволяют детям с большим уважением относиться к своей истории, к ветеранам, с которыми мы очень тесно сотрудничаем, и которые обязательно присутствуют на всех мероприятиях. И вот после посвящения юнармейца мы переместились уже в Щелковский театр. И здесь подводили итоги двух серьезных программ. Одна интеллектуала 21 века, это программа Олимпиадного движения. И программа Радуга Успеха, подпрограмма Радуга Успеха, которая подводит итоги марафона мероприятий за весь учебный год, которые проводятся по всем направлениям учреждений дополнительного образования. И, конечно, там полный зал и дети, которыми приятно гордиться. То есть гордость района, это дети, к которым мы обращались со сцены, как к своим, ну, наверное, соратникам. Потому что они своей активной жизненной позицией являются настоящими помощниками педагогов. И своими усилиями выстраивают школьную жизнь. То есть они участвуют, помогают проводить школьные мероприятия, защищают честь школы, честь района, честь Московской области. И очень отрадно, что таких детей у нас каждым годом становится все больше и больше. Награды за третьи и вторые места мы вручали в упрощенном режиме, потому что тогда бы наше мероприятие длилось не два часа, а шесть часов. Только первые места, только победители в направлениях получали награды на сцене. Было очень приятно и чувство гордости у нас осталось у всех за наших детей. Ну что ж, мне остается только добавить, что подробный видеорепортаж о празднике детства, который проходил в понедельник в Щелковском районе, вы можете посмотреть завтра на нашем телеканале в 8 часов вечера в программе «События». А те, кто не успел записать реквизиты для помощи Феде Кузнецову, соответственно, информацию могут получить на нашем сайте ТРК Щелкова. Говорил Борисович, ну вот так вот от праздника, через, наверное, еще один небольшой праздник, который состоится буквально послезавтра, 24 мая, у нас последний звонок во всех школах района, ну а потом после него суровые будни, экзамены предстоят и у 11-го, и у 9-го классов, ЕГЭ, ОГЭ, единый госэкзамен. Основной госэкзамен, если можно чуть более подробно, в чем особенности сдачи экзамена в этом году? В этом году особенность основная ЕГЭ то, что все контрольно-измерительные материалы, то есть тесты, мы распечатываем в каждом образовательном учреждении, в присутствии детей, в аудиториях, где дети уже находятся. То есть в их присутствии распечатываются материалы, раздаются и потом сканируются и отправляются на проверку уже в единый центр. Нас контролируют бесперебойно видеонаблюдение. Если происходит перерыв трансляции, то аннулируются результаты и та аудитория, где не работает видеонаблюдение, дети из этой аудитории будут писать в резервный день экзамен. То есть делается максимально все для того, чтобы были экзамены прозрачными, объективными, усиливаются меры по глушению сотовой связи. Все 7 пунктов приема экзамена оборудованы самым современным технологическим оснащением. Металлоискатели, все сделано для того, чтобы не было искушений у ребят использовать различные гаджеты и портить себе судьбу как минимум на год оставаться просто со справкой. Ну а встречаются нарушения такие все-таки? В нашем районе, слава богу, не встречаются, потому что это ЧП, скажем так, ну, наверное, российского уже масштаба, потому что с каждым годом таких смельчаков все меньше и меньше. И, конечно, это персональная ответственность всех, кто находится на пункте приема экзамена, работа штаба. Все контролируется видеокамерами, все в режиме онлайн. Обязательно приезжает представитель Рособоронадзора в каждую территорию, находится выборочно в одном из пунктов приема экзамена, плюс наблюдатели. Мне посчастливилось в этом году участвовать в написании ЕГЭ по русскому языку вместе с министром образования Мариной Борисовной Захаровой, которая к нам приезжала. Ну это досрочные были. Да, нет, это в четвертой школе был единый госэкзамен с родителями. То есть приглашались, ну, скажем так, условно, фомы неверующие, недоверяющие ЕГЭ, чтобы посмотреть, что это такое в режиме в живом, на себе испытать. При нас распечатывались кимы, очень строго вели себя старшие в аудиториях, даже очешники отобрали у министра образования, у Надежды Владимировны Суровцевой, даже очешников не позволительно. Чтобы не спрятать, чтобы их не было на столе. Да, и все поняли, что лучше всех написали дети. Одиннадцатиклассники, которые участвовали в этом экзамене, написали лучше всех. По-моему, трое ребят написали на 100 баллов. Почему? Потому что они готовятся... И зачтется этот результат в итоге? К сожалению, нет, это была такая акция рекламная, рекламная акция ЕГЭ. Потому что с каждым годом ЕГЭ преображался, и первый год-два к ЕГЭ было очень много вопросов. И у лучших вузов страны, и к объективности, и к прочим вещам, над которыми до сих пор шутят юмористы по старинке. Хотя ЕГЭ на сегодняшний момент настолько преобразился, что вслепую, как раньше говорили, двоечник, неуч, может не глядя проставить тесты на удачу, проскочить и получить высокий балл. Это в принципе невозможно теперь. Очень много творческих заданий, очень много заданий, где требуется понимание вопросов, которые ставятся. То есть вопросы год от года меняются? Они меняются. Они позволяют именно проверить действительно знания ребенка. И в этом нет ничего страшного. Действительно, к ЕГЭ вполне реально подготовиться. И показатели нашего района очень хорошие. У нас сохранились обязательные экзамены. Русский математика. Единственный момент, который настораживает, до сих пор еще остаются ребята, родители, которые к выбору экзаменов относятся немножко легкомысленно. И не соотносят свои мечты с реальными требованиями вузов, в которые они собираются поступить. Вот если можно, практический совет. Как правильно выбрать экзамен? Практический совет. Обязательно знакомиться на сайте вуза или вузов, куда вы планируете поступать и подавать документы, с правилами для абитуриентов, для поступающих. Обязательно посещать дни открытых дверей, ярмарки, которые организовываются в Москве, на ВВЦ, где можно прийти, познакомиться, пообщаться со студентами, с вузами и также с программами для поступающих. Для чего это нужно? Чтобы заранее, желательно за два года, определиться с теми экзаменами, которые нужны тебе по выбору. Потому что, постоянно сталкиваясь с тем, что, например, ребенок планирует стать, как он говорит, географом, он выбирает по умолчанию базовую математику и русский язык, два обязательных экзамена, и географию, и общество знания. И говорит, что он идет на географа. Мы задаем вопрос, а вы в курсе, что на любую профессию, связанную с серьезной географией, требуется не базовая математика, а профильная математика? И оказывается, что семья об этом не позаботилась это узнать. И, конечно, мы ведем работу, и завучи ведут работу разъяснительные классные руководители с каждым ребенком, с каждой семьей. Но в конечном счете все равно, никто родителей не заменит. Все равно родителям надо обязательно вникать в этот момент, куда ребенок планирует поступить. И советом, и делом. Обязательно ребенку надо помогать. Нельзя ему давать на откуп эти вещи. Все-таки жизненный опыт родителей поможет ребенку не допускать досадных ошибок. Поэтому мы очень просим всегда родителей внимательно к этим вещам относиться. И, повторяю еще раз, лучше готовиться за два года, не за год к ЕГЭ. Тогда 90 баллов в кармане у всех, кто будет заниматься. И им этого хватит для того, чтобы... Ну, естественно, естественно. Вы так подробно рассказали о современном техническом оснащении процедуры сдачи ЕГЭ. И с точки зрения объективности, да, оценок знаний учащихся. Ну, естественно, защита от незаконных поступков, так скажем, мягко говоря. От использования, опять же, технического рода шпаргалок. Но я думаю, что этим не ограничивается современное оснащение образовательного процесса. Вот тоже совсем недавно у нас появилась электронная запись в школу. Если можно сказать, как у нас реализуется эта программа. Ну, сейчас, если родители смотрят этот репортаж, и родители детей, которые пойдут в первый класс, думаю, у многих появились скептические улыбки на лицах, потому что мы вместе с ними проводили ночь на 1 февраля в комитете по образованию я находился. Родители регистрировали своих детей на школьном портале. Дети приписаны по микрорайонам, по прописке, каждый к своей школе. И были сбои у этой программы. Слава Богу, программа устаканилась, и мы на все вопросы родители смогли ответить, и никто не оказался ущемлен в правах. Но переволновались, потому что первый раз, когда какие-то новшества вводятся, особенно связанные с программами, с интернетом, возникают некоторые нюансы. Но мы их преодолели. Сейчас уже все привыкли, что теперь не бумажное заявление подается в школу, а надо зарегистрироваться на школьном портале. И потом уже приносить школу документы и подавать заявление, когда данные о тебе школа видит уже на сайте соответствующем. С 1 июля у нас будет до набор, до зачисления детей, которые пойдут в образовательное учреждение не по прописке, а на свободные места. То есть те, кто живет у нас в районе, но зарегистрированы где-то в другом месте. Да, в другом месте, приписаны к другой школе. Но по разным причинам. Это могут быть традиции семьи, которые любят эту школу, в которой учились родители, может быть, бабушки, дедушки, где учатся младшие или старшие братья и сестры. То есть есть ребята, которые пойдут в эти школы после 1 июля. Поэтому сейчас механизм отработан. Были трудности, особенно с некоторыми военными частями, которых система не видела адресов. Невозможно было зарегистрироваться. С новыми домами, которые не были еще в базу, занесены с нумерацией улицы, номер дома. Но все эти вопросы мы решили. Поэтому продолжаем идти смело. Вот электронные дневники, электронные журналы, теперь электронное зачисление. Давно уже у нас есть электронное зачисление в дошкольные образовательные учреждения. В общем, учимся вместе с родителями, бабушками и дедушками, дружить с интернетом и с порталом школьным, с порталом госуслуг. Но это вот речь шла о том, как зачисляют в первый класс только будущих учеников. Ну а как быть тем, кто, скажем, приехал в наш район, переехал в те же новостройки, ведь квартиры не только накануне учебного года получают, но и в течение всего учебного года. Вот как быть тем, насколько реально тем, кто приехал среди учебного года и не только первоклассникам, попасть в школу у нас? Ни один ребенок в Селокском муниципальном районе не останется без общей образовательной школы. Ни один. Потому что конституционное право детей закрепляется нашей обязанностью обеспечить им реализацию этого права. Поэтому даже если есть какие-то технические нюансы, связанные с отсутствием адреса или с тем, что дом еще не оформлен или еще какие-то моменты юридические, всегда на первом месте интересы ребенка, чтобы он не остался без образования, чтобы не было перерыва в образовательном процессе. Поэтому мы всегда на стороне ребенка, всегда поможем, всегда дадим индивидуальную консультацию сотруднике нашего школьного отдела. Поэтому тут никаких проблем у нас не бывает. Проблемы бывают в микрорайонах, которые новые, где новые школы, которые уже после уплотнения превышают норматив, и те люди, которые живут недалеко от этих школ, они оказываются вынужденными вводить ребенка чуть дальше, в другую школу. Например, не в 17-ую, а в 1-ую. И здесь возникает со стороны родителей иногда недопонимание, но есть нормы, санитарные нормы, нормы максимального наполнения классов, поэтому ни один ребенок без образования не останется, не остается у нас. Но вот именно с выбором школ из-за того, что они перегружены, возникают проблемы. Но у нас в районе строятся активно школы, будут строиться школы и сейчас строятся, поэтому вопрос со второй смены мы в течение ближайших 3-4 лет будем закрывать. Мы еще вернемся к разговору о строительстве новых учебных заведений и ремонту старых. У нас осталось не так много времени для перерыва. Вот такой вопрос еще об одном новшестве, о котором мы узнали совсем недавно. Я имею в виду на федеральном уровне. Разделение Министерства образования и науки Российской Федерации на две части. Это Министерство просвещения, как было когда-то в Советском Союзе. И теперь будет Министерство науки и высшего образования. Раньше был Минвуз, Министерство высшего и среднего специального образования. Вот как эта смена вывесок, будем так говорить, может сказаться на учебном процессе? Меня радует, что в нашей стране, возможно, вопреки пословице, что нельзя дважды входить в одну и ту же воду и это делать, в одну и ту же реку. У нас это получается. Мы опять создаем Министерство просвещения. Ничего о том плохого я не вижу. Неоднократно слышал и на личных встречах с Олегом Николаевичем Смолиным, депутатом Московской Государственной Думы, членом комитета профильного Госдумы. Он высказывал необходимость разделения давно министерства, потому что слишком разные уровни образования, разная специфика высшей школы науки и общеобразовательной школы, детских садов и средних специальных учебных заведений. И то, что это разделение произошло, я надеюсь, что эта реформа будет в облада. То есть каждый будет заниматься своим. У нас профильный министр сохранился. Это на областном уровне или на федеральном? На федеральном. На областном, тем более. Областного не касается изменения в составе правительства Российской Федерации. Министр Васильева озвучивала в первые дни после его назначения, что надо забыть о том, что образование это услуга, и что мы в первую очередь образовываем детей, а не являемся официантами в ресторане. Это очень важно. Надеюсь, что она эту политику продолжит. Поэтому с верой в лучшее. Потому что мы уже были. Был у нас уже в стране министерство просвещения. Ничего там плохого не было. У нас и наркомат просвещения был. Да, поэтому очень хорошее слово. Мне оно нравится. Посмотрим. А средние специальные учебные заведения Минпроса дойдут тоже, да? Они остаются у министерства просвещения. Надеюсь, что комитет мы не будем пока переименовывать. Комитет просвещения как-то странно, мне кажется, звучит. По образованию пока хорошо. Спасибо, Гаврил Борисович. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы диалог председателя комитета по образованию. Название не изменится. Администрация Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу диалог. В гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Еще раз здравствуйте, Гаврил Борисович. Еще раз добрый вечер. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Будьте активны, звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим наш разговор о проблемах, которые касаются образовательного процесса в нашем районе. Наверное, еще стоит упомянуть о таких программах областного значения, как доступная среда, дорога к школе, о том, как реализуются права на получение образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Вот что у нас делается в этом направлении? Вы затронули сейчас сразу три темы. Дорога к школе, доступная среда, обучение детей с ОВЗ. Давайте по порядку. Давайте с дороги начнем. Дорога к школе – это программа муниципальная по инициативе Алексея Васильевича Валова. Реализуется второй год силами муниципального бюджета по заявкам, запросам руководителей образовательных учреждений согласно маршрутам, которые есть у каждого ребенка, маршрутам безопасным. У каждого в дневник вклеивается его маршрут от дома до школы с обозначением именно той дороги, по которой именно данный ребенок идет. И по тем маршрутам, по которым идет в образовательные учреждения наибольшее количество ребят, Алексей Васильевич Валов принял решение, чтобы даже не на территории школы, имеется в виду, а на территории микрорайонов, от дома до школы, были оборудованы тротуары, не было проблем с дорожной разметкой, было хорошее освещение, убраны спиленные опасные деревья, и вся эта работа комплексно ведется уже второй год, и каждый год определенное количество учреждений и в поселениях, и в городе Щелково получают к себе этот доступ. Конечно, возникают некоторые проблемы, которые невозможно все учесть сразу, но в рабочем порядке они устраняются, то есть где-то разуклонка делается неправильно, образуется лужа, или наоборот забывается какой-то участок, который нужно тоже было заасфальтировать, либо делается сильный уклон и не учитывается, что в зимний период он превратится в ледяную горку. В каток. Да, все это в рабочем порядке специалистами в направлении ЖКХ районной администрации решается, и дорожного хозяйства, и поэтому здесь у нас очень хорошая перспектива, это личная инициатива главы района, она реализуется его волевым решением, и такого раньше не было вообще, такой программы, и с огромной благодарностью к ней относятся родители и сами учащиеся. Что касается программы «Доступная среда», это очень важное направление, очень хорошо, что мы в этом смысле идем в фарватере развития всех стран мира, потому что люди с ограниченными возможностями, инвалиды, они, как правило, в развитых странах абсолютно полноценные члены общества, активные члены общества, и то, что в нашей стране развивается и параолимпийское движение, тоже подтверждение тому, что в нашей стране в приоритете это направление. В наших учреждениях практически во всех уже есть маршруты для людей с проблемами зрения внутри образовательного учреждения. Логистика в каждом образовательном учреждении соответствует тому, чтобы ребенок мог перемещаться и в коляске, и с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Везде делаются пандусы, везде делаются оборудованные санузлы, и в этом году тоже ряд учреждений у нас по программе будет охвачен этими ремонтными работами. Деньги выделены 100%. То есть все запросы, которые согласовываются и соцзащитой, и с нашим районным обществом инвалидов, они выполняются. В этом, считаю, огромная заслуга профильного заместителя главы Юрия Николаевича Родионова, который постоянно, очень плотно этот вопрос курирует. Работает и с инвалидами, непосредственно выслушивает всегда их мнения, просит их проезжать по этим маршрутам на колясках и давать свои рекомендации учреждениям, потому что мы понимаем, одно дело, формальное отношение сделали и забыли, а другое дело, все-таки мы, как вот перейдала к нам Оксана Пушкина, сама садилась в коляску и ехала по маршруту, по которому должны передвигаться инвалиды. Сразу было понятно, где нужно еще сделать более мягкий въезд на тротуар, где вообще забыли убрать бордюрный камень. Все эти вещи сейчас отслеживаются, учитываются и будут реализованы к сентябрю 100%. Что касается... Гаврил Борисович, давайте мы к третьей программе вернемся чуть позже. Хорошо. Для иллюстрации Ваших слов предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как комиссия районной администрации как раз проверяла образовательное учреждение на доступную среду. Давайте вместе посмотрим. Посмотреть на мир другими глазами. В Щелковском районе продолжается реализация федеральной программы «Доступная среда». Учреждения образования в городском поселении Щелково проверили на соответствие требованиям безбарьерной среды. Комиссия под руководством заместителя главы администрации района Юрия Родионова проинспектировала специальную школу номер 5, Щелковскую гимназию и школу номер 2 в микрорайоне Заречный, где проводились работы в 2017 году. Во внимание принимались уровень благоустройства территории вокруг учреждений, состояние дорожной инфраструктуры, наличие пандусов у входной группы, указатели расположения помещений внутри здания, а также оснащение поручнями туалетных комнат. Выяснилось, что не все элементы доступной среды после их монтажа отвечают стандартам и удобны в использовании. Программа «Доступная среда» — это умная программа. Нужно каждый шаг продумывать и стать в роли, конечно же, того человека, которому это будет необходимо, и подумать, как он это сделает. По коррекционной школе претензии были высказаны к пантусу для колясочников, к отсутствию на опасных участках поручней и работе лечащного подъемника. Создавать «Доступную среду» в здании 74-го года постройки непросто. Обеспечить комфортную среду обучения детям с отставанием в развитии — задача, которую еще предстоит выполнить. Достойным примером может служить Щелковская гимназия. Школа вторая тоже благоустраивается. Видно, что работа проведена большая. Таксильные пути выложены на первом этаже. Движения для людей, которые с нарушением зрения. Вся загвоздка возникает в том, что те, кто исполняет работы по «Доступной среде», к сожалению, сами же отступают от нормативов СНИПов и ГОСТов. Заказчик — это одно. Нужно, чтобы еще и был исполнитель, делал правильный. Ну что ж, будем надеяться, что исполнитель найдется. И к началу нового учебного года все придет в порядок. Все замечания будут учтены. Ну, теперь давайте по третьей программе об инклюзивном образовании, возможностях получения образования детям с ограниченными возможностями здоровья наравне с, так скажем, с обычными школьниками. С нового учебного года, 2017-2018, у нас стала реализовываться в районе доступность для детей-инвалидов и настоятельная, ну как требование закона, возможность реализации права родителям, чтобы дети-инвалиды могли учиться в общей образовательной школе. И я вот посмотрел динамику, у нас есть категория детей, которые учатся в общей образовательной классе, которые учатся на дому. Вот по детям-инвалидам, обучающихся в общей образовательных учреждениях, в классах, в 2015-2016 учебном году таких деток было 186, сегодня их 242. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, в 2015-2016 годах их было 123, сейчас их 142. То есть, с одной стороны, их количество увеличивается, потому что общее количество школьников увеличивается, а с другой стороны, их приходит больше в школу, потому что школы действительно становятся более доступными. Но одно дело сделать школу физически доступной, а другое дело наполнить ее специалистами, которые смогут профессионально обучать ребенка с особенностями. И здесь огромный труд на ПЭД-коллективах, потому что все учителя проходят дополнительные курсы, дающие им право обучать детей с определенными диагнозами. И это является гарантией для родителей того, что ребенок будет проходить, пусть и в облегченном варианте образовательную программу, но с учетом особенностей именно его ребенка. Предполагается в некоторых вариантах даже тютерское сопровождение, введение должности тютера для деток, которым рекомендовано находиться в общеобразовательном учреждении врачами. Также у нас есть, можно сказать, базовая школа, у которой огромный опыт работы. Это специальная школа номер 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья восьмого вида. Очень опытный директор Пономарева Наталья Михайловна. И очень опытный коллектив, полный набор специалистов. И действительно, ребята после окончания этой школы, они социально адаптированы, и профессии получают, и идут в средне-специальные учебные заведения. Мы столкнулись, к сожалению, зачастую с непониманием родителей того, что не надо бояться диагноза, который поставили, не надо его скрывать. Зачастую либо в детском саду, либо в начальной школе родители стараются максимально скрыть диагноз ребенка. А мы с вами знаем, что чем раньше диагноз поставлен, тем раньше можно оказать ребенку коррекционную помощь. У некоторых есть такой стереотип, что школа для дураков. Вот я так, может быть, грубо скажу, но вот так звучит. Какое-то клеймо, ярлык, и все. Как бы крест на ребенке ставится. Это вообще не так. Это, наоборот, старт в жизнь. Это, наоборот, возможность успешного развития ребенка. То есть, чем раньше специалисты начнут ребенку помогать, корректировать его здоровье, тем быстрее он будет успешен в освоении и образовательной программы, и профессии. И вот я был в коррекционном садике номер 18 на юбилее два года назад. И там выступали родители красивые, успешные в жизни, которые говорили, понимаете, этот сад нас спас в свое время. У них, у многих были достаточно серьезные диагнозы. Но их родители своевременно начали ребенку оказывать помощь. Не боялись, не закрывали глаза на ту проблему, которая есть. А наоборот, шли ее решать. И вот повторюсь, я сегодня уже об этом говорил, в любом случае, даже если в школе будет набор специалистов, даже если в школе будут обученные учителя и тьютеры, все равно для детей с ограниченными возможностями здоровья основной подвиг это родители должны совершить. Дома обязательно закрепление всех упражнений, всех занятий. Мой близкий друг, мы с ним учились вместе на заочном отделении, Юрокадемия. Он на каждое занятие приходил на костылях, он диагноз церебральный паралич. И вот его мама ходила на каждую лекцию, на каждый семинар вместе с ним. У него своя юридическая контора, у него сын, у него семья. И, конечно, специалисты, конечно, учителя, но они только в помощь родителям. Все равно родители должны обязательно и дома тоже со своими детьми заниматься и помогать им адаптироваться к жизни и быть готовыми тоже менять эту жизнь к лучшему. Но все равно, я думаю, что подвиги совершают не только родители, потому что дети-то все-таки свои, а подвиги совершают еще и педагоги, которые работают с такими детьми. Нет, вот педагоги совершают не подвиг, это их работа. А родители, они действительно себя должны принести в свое личное время в жертву. Ну, не в жертву, а ради будущего счастья своего ребенка. Потому что очень часто, практически каждый учебный год, мы сталкиваемся с родителями, которые отмахиваются, считают, что наша территориальная психолога, медико-педагогическая комиссия здесь рекомендует обучение ребенка, например, в нашей коррекционной школе. То это вот, ну это же рекомендация, не обязательно этому следовать. И теряют драгоценные годы. Потом понимают, что потеряли год, два, три, а время-то не вернешь. И вот этот момент очень важен. Поэтому то, что все школы открыли двери для детей с ограниченными возможностями здоровья, это прекрасно. Для детей-инвалидов это прекрасно. Это позволяет им и адаптироваться в обществе. Это позволяет их, одноклассникам, понимать, что дети бывают разные. И относиться к ним дружески, принимать их. Это залог того, что в будущем у нас в стране действительно будет доступная среда не только внешне, физическая, но и в душе к этим детям. Поэтому Щелковский район идет в ногу со временем. Это обнадеживает. Григорий Борисович, вы так интересно и полно все рассказываете, что, обратите внимание, у вас ни одного звонка нет. Нет, это заслуга работы Комитета по образованию, всей моей дружной команды, которая старается на все вопросы своевременно и на сайте, и в социальных сетях родителям отвечать. Но вот я хочу поднять еще одну проблему, которую наверняка бы позвонили, видимо заслушались, организации питания в образовательных учреждениях, я имею в виду как дошкольных, так и, естественно, и в школах. Предлагаю посмотреть еще один сюжет, может быть, он немножко устарел, это было в конце февраля нынешнего года, о том, как комиссия районного совета депутатов проверяла именно также несколько школ и детских садов о том, как организовано питание детишек. Давайте посмотрим. Хорошо. Чтобы учиться на отлично, расти здоровым и сильным, нужно немало энергии. Понимая это, в сфере образования уделяют особое внимание питанию ребят в детских садах и школах. Насколько качественно организован этот процесс в образовательных учреждениях Щелковского района, проверили представители районного совета депутатов. Мы знаем, что не так давно было достаточно большое отравление в Люберцах. Кроме этого, общественная палата проводила круглый стол по питанию. И вообще это у нас стоит в плане работы контрольной функции Совета депутатов. Мы посмотрели сегодня, как осуществляется организованное питание в образовательных учреждениях общего образования, то есть в школах, детских садах. Режим, сбалансированность меню, санитарные нормы и многие другие факторы необходимо учитывать при подаче горячего питания в школах. Депутаты отметили, что к регулярным проверкам надо также привлекать активную общественность, в частности родителей. Во многих школах взаимодействие с родителями налажено. Они проверяют работу школьной столовой регулярно в составе специальной комиссии. Также депутаты отметили, что необходимо больше внимания уделять ассортименту продукции в школьном буфете, в то время как в одних учреждениях образования в буфетном меню можно обнаружить свежую выпечку, в других максимум шоколадки и сок. На сегодняшний день какие остаются еще проблемы с организацией питания? Ну и может быть на следующий период уже, на новый учебный год? Скажем так, учреждений, где в буфете только шоколадки и сок, у нас нет. По крайней мере... А вот показали там вроде. Вот уже нет. Уже нет. Потому что не зря работает Совет депутатов, не зря работает общественная палата. Без взгляда со стороны очень тяжело иногда создать такую объективную картину того, что происходит. Поэтому и на круглом столе, который проводила общественная палата, и потом после объезда в рамках депутатского мониторинга, мы, конечно, делаем и выводы, и очень быстро комбинаты питания реагируют на рекомендации, которые дают и депутаты. И которые мы слышим от общественной палаты. Но основная проблема, которую я вынес после круглого стола, потому что было много критических замечаний, например, по поводу того, что еда зачастую невкусная. Или холодная. Или холодная. Но вот холодная – это организационный момент. Здесь уже вопрос организации внутришкольной работы официантов – это второй вопрос. Самое главное, что хочется, чтобы ребенок съедал всю пищу, которую ему приготовили. И получал удовольствие. И получал удовольствие при этом, да. То есть она должна быть не только калорийная и соответствовать требованиям санитарных норм, но и вкусной. Здесь, конечно, очень многое зависит от бригады, которая работает в школе, от опыта шеф-повара. И такую критику мы, конечно, принимаем. И после этого проводили несколько очень серьезных совещаний с заведующими детских садов отдельно, с директорами школ отдельно, с представителями всех комбинатов питания, пяти комбинатов питания, которые осуществляют горячее питание во всех образовательных учреждениях. И все вопросы, которые поднимались на круглом столе, например, общественной палаты, и даже больше вопросов напрямую были заданы учредителям, руководителям комбинатов питания. И были сделаны выводы соответствующие по качеству поставляемой продукции, по контролю за этим качеством более строгому. И, в принципе, все вопросы были сняты, о которых сейчас мы слышали в репортаже, о которых мы слышали от общественной палаты. Но все равно остается момент, что ребенок, он зачастую путает полезное и вкусное. И ему может быть привычны действительно чипсы с Кока-Колой, которых в школах не бывает у нас, слава богу, чем, например, рисовая каша и компот или чай. Поэтому здесь тоже мы стараемся детей воспитывать правильной здоровой пищи, правильному здоровому питанию. Потому что одно дело, конечно, фастфудовское питание, которое быстрое, привлекательное. За счет различных добавок пищевых кажется, что вкусное, незабываемый вкус. Но мы, взрослые люди, понимаем, что детей надо привычать к здоровой идее. И, в принципе, за нашей школой и садой я спокойен в этом смысле. У нас очень жесткий конкурсный отбор этих комбинатов питания. И главное, что благодаря и общественной палате, и Совету депутатов, родительская общественность очень активно включается в контроль за работой школьных столовых. У нас в каждой школе создана комиссия, есть ответственные по питанию. Помимо медиков, которые ведут прокиражный журнал и делают пробы каждый день, есть еще общественный контроль. Мы его всячески поощряем, поддерживаем. И за счет таких совместных усилий, конечно, питание у нас хорошее в образовательных учреждениях. — Гавел Иванович, у нас осталось буквально три минуты. Все темы, которые мы с вами запланировали объять, не удастся. Поэтому, если можно, очень коротко по текущему ремонту, но и перспективному строительству новых учебных заведений в нашем районе. Что делается в настоящее время и каковы сроки реализации этих проектов? — У нас до конца июня в 26 образовательных учреждениях работают летние лагеря, летние площадки. И сдаются экзамены. Тоже в семи школах. Поэтому, конечно, основные ремонтные работы у нас начнутся в июле. В конце июня, весь июль и до 25 августа. Соответственно, до 25 июня мы должны завершить и завершим все торговые процедуры. И сразу приступим к ремонтным работам. В некоторых учреждениях промывка, прессовка уже произведена. Она будет продолжаться в летний период. И у нас в приоритете, естественно, выполнение предписаний дорожной карты госпожного отзора. У нас она на три года, каждый раз корректируется. У нас выполнение программы «Доступная среда». У нас выполнение депутатских наказов и областных депутатов, и районных депутатов. И у нас текущие ремонтные работы, которые давно планировались. Одно из замечаний, которое делал глава района и давал поручение, чтобы мы его выполнили, это частичное обновление асфальтового покрытия на территориях образовательных учреждений. Я этому некоторое время сопротивлялся, потому что мне казалось важнее все-таки закрыть кровли, закрыть вопрос с тепловым контуром, поменять окна. Но сейчас уже позволяет то, что мы несколько лет вкладывались в ремонтную работу, очень серьезно. Теперь уже и частично асфальтовое покрытие менять на территориях школ, чтобы детки не травмировались и было где организовывать. Это опять же входит в программу «Дорога к школе». Нет, это уже территория школы. Там уже линейки, плац, возможность построения учащихся. Поэтому вот эти все программы будут реализованы в полном объеме. За это я спокоен. Мы очень ждем, чтобы Медвежезерская школа 31 декабря 2018 года была строителями сдана, чтобы мы могли уже заняться вплотную лицензированием образовательной деятельности. Сейчас, к сожалению, идет некоторое отставание по срокам. Но этот момент он на жестком контроле Алексея Васильевича Валова. Зная его очень неравнодушные отношения и очень неравнодушные отношения Владимира Николаевича Канахина, главы поселения, я за Медвежезерскую школу, за эту огромную пристройку спокоен. И очень радостно, отрадно было узнать, что у нас определился наконец застройщик школы в микро-лайоне «Солнечный». И к концу 2019 года мы также надеемся, что школа будет нам сдана, и мы займемся тоже ее лицензированием. Потому что тоже очень долгожданная школа. А также все школы по программе, они будут строиться и в финском, и здание на территории 11-й школы, и дополнительный корпус рядом с лицеем. Все это в программе. Деньги в бюджете Московской области заложены. Поэтому мы, я повторюсь, верим, что проблему второй смены в ближайшие 3-4 года мы решим. Большое спасибо, Гаврил Борисович, за ответы на вопросы. И вам спасибо. Было очень интересно. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Как всегда, встретимся с вами. Всегда с удовольствием. Традиционно, если ничего не случится, то в начале нового учебного года. Договорились. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в программе «Диалог» был председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.